здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала вас приветствует алена арис я таролог и психолог в первую очередь от всей души благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии которые вы оставляете под моими видео за многочисленные лайки за то что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады мне очень и очень приятно и сегодня дорогие мои девочки для вас расклад именно на апрель месяц это таропрогноз на все сферы жизни на здоровье работу финансы карьеру и конечно же на личную жизнь сегодня таропрогноз будет не совсем обычный будет еще более глубокий чем обычно таропрогнозы я всегда делаю на картах таро гуд это замечательная колода из коллекции барона рейда дело в том что в этой колоде карты расположены не в соответствии с как в других колодах а именно по стихиям я выложила 4 тусов чтобы вы могли выбрать свою стихию стихия огня знаки зодиака овен лев стрелец стихия земли знаки зодиака телец дева козерог стихия воздуха знаки зодиака близнецы весы водолей и стихия воды и знаки зодиака рыбы рак скорпион и вы можете выбрать девочки свою стихию соответствии со знаком зодиака или же интуитивно потому что так часто бывает что по знаку зодиака вы принадлежите к одной стихии а вас очень сильно притягивает другая стихия и события у вас проигрываются именно по другой стихии это говорит о том что либо в момент рождения планеты какие-то другие не вашего знака зодиака влияли на вас именно при рождении или может быть у вас асцендент в каком-то но у нас у всех есть асцендент в другом знаке но на кого-то он меньше влияет на кого-то сильнее и поэтому положитесь в любом случае на свою интуицию если у вас проигрываются события в соответствии с вашим знаком зодиака то естественно выбирайте именно по знаку зодиака если же не проигрываются да и вас притягивать сильно другая стихия то положитесь на свою собственную интуицию и так девочки я разделила старшие и младшие арканы и и мы действительно будем очень подробно сегодня с вами смотреть именно все события которые будут у вас во всех сферах жизни в апреле месяце выбирайте свою стихию и приступаем конечно же девочки напоминаю что это все-таки общий онлайн расклад вот точно зависит в основном от вашей интуиции для записи на личную консультацию пишите мне на вайпер или ватсап контакты смотрите либо внизу в инфобоксе под этим видео либо на заставке к видео к этому ролику именно пишите не звоните потому что звонок мешает проведению консультаций и записи видео некоторые обращаются по другим каналам девочки но я пробовала да только через мессенджер да то есть консультация возможно только через мессенджер это вайбер или ватсап вот меня два поэтому если у вас их нет устанавливайте кроме того напоминаю вам подписывайтесь на мой канал ставьте лайк нажимайте колокольчик чтобы не пропустить новые интересные расклады и обязательно оставляйте под видео свои комментарии мне важно ваше мнение очень интересно как у вас проигрывается та или иная позиция также девочки напоминаю вам что вверху появляются подсказки это ссылочки на другие мои видео которые ответят на любые ваши вопросы помогут вспомнить любые желания также помогут наладить отношения с мужчинами и улучшить все сферы жизни переходите по ссылочкам они будут появляться после каждой позиции и напоминаю вам что с первого марта на моем канале проводится конкурс на лучшую тему участвуйте и голосуйте за другие темы и так я думаю что вы определились со своей стихией и и приступаем девочки я сейчас отодвину немножечко вверх другие стихии которые мы будем рассматривать позже и начинаем мы с вами со стихии огня итак для начала я выкладываю основную карту из старших арканов посмотрим какое главное событие для вас будет в апреле месяца какое будет главное событие для вас в апреле месяце главное важное и это у нас старший аркан луна это основное событие месяца дальше девочки из старших арканов я еще выложу две карты это о чем вам стоит задуматься в апреле о чем вам стоит задуматься и еще одна карта как лучше действовать что вам делать в апреле месяце вот такие три старших аркана будут сопровождать вас весь апрель месяц и теперь по всем сферам жизни девочки выкладываю младшие арканы это здоровье личная жизнь работа карьера бизнес и финансы итак смотрим для всех для всех кто рожден и финансы финансы и так девочки теперь рассказываю но я очень хочу чтобы вам было видно все карты карты очень красивые в этой колоде очень информативные я конечно буду их показывать все по отдельности но я хочу чтобы вы видели и общую картину тоже все теперь рассказываем итак основное событие месяца по старшему аркану луна либо вы ждете получения какой-то информации или раскрытие тайны и это произойдет именно в апреле месяце для некоторых это проиграется как то что вам придется что-то скрывать от других людей может быть от своей второй половинки от ваших знакомых близких родственников да то есть именно вы будете хранить какую-то тайную информацию либо как раз таки произойдет раскрытие для вас какой-то тайны я думаю что для всех это будет по-разному ну и за информацию я сказала что если вы ждете получения какой-то информации важная для вас может быть или раскрытие реально тайны то это тот также произойдет в апреле о чем вам нужно задуматься а задуматься вам нужно о том что по старшему аркану умеренность во-первых преодолеть свои собственные страхи отвлечься от негативных мыслей переключиться на позитив и возможно заняться какой-то рутинной работой я понимаю что огненные знаки конечно не очень не любят рутинную работу но здесь именно об этом вам нужно задуматься то что рутинную работу тоже нужно делать вот и ей тоже нужно заниматься поэтому вот это самое главное о чем вам нужно будет задуматься это может касаться и личной жизни да я имею ввиду может быть домашних дел каких-то либо это на работе может быть какая-то рутинная работа которую вы все время откладываете на потом да такое тоже может быть а может быть просто вам не хочется заниматься рутинной работой еще здесь говорится о том что задумайтесь о том что нет перемен в вашей жизни да ведь огненные знаки они очень любят перемены и вот как раз таки что нужно делать да по колеснице я конечно вижу эти самые перемены поэтому задумайтесь задумайтесь что у вас какое-то время застоя вот в апреле да действительно возможно вы действительно хотите получить какую-то информацию что-то узнать или чтобы вам что-то открылась да чтобы произошло какое-то озарение ну вот здесь по старшим органам я хочу сказать что все в ваших руках да просто ну по колеснице что вам нужно делать вам реально нужно действовать то есть реально ринуть собой то есть начать делать и тогда у вас абсолютно все получится конечно по колеснице вас ждет и триумф и победа и успех но для этого нужно действовать а я вижу честно говоря у вас в апреле месяце вот по всем картам старшие арканы младшие арканы действительно вот какой-то вот по старшему аркану луна еще может быть как знаете уход в тень или желание одиночества ну то есть вот просто от всех отдалиться закрыться и ничего в своей жизни не менять то есть действительно такой период застоя и скуки вот в апреле месяце но карта колесница говорит о том что все в ваших руках действуйте говорит старший аркан колесница действуйте у вас все получится дальше поэтому вот очень хорошо что я как бы добавила еще карты чтобы вы лучше понимали ситуацию которая будет сложиться у вас именно в апреле дальше по шестерке земли здоровье это у нас сфера здоровья здесь кому-то для кого-то у кого есть заболевания может понадобиться дорогостоящие лечения и хорошие лекарства для всех остальных обратите внимание на руки и шею ну и вообще всегда просто обращайте внимание на свое здоровье на какие-то симптомы лучше провести какую-то диагностику чем потом действительно прибегать к какому-то дорогостоящему лечению поэтому берегите свое здоровье следите за ним в целом здоровье будет неплохое по шестерке земли то есть заболеваний никаких не предвидится но если уже есть какие-то заболевания то нужно дорогостоящие лечения и хорошее лекарство это тоже примите во внимание дальше личная жизнь для всех кому покровительство стихия огня по двойке мечей у вас будет ситуация определенности и выбора то есть и выбор будет то есть если вы одиноки то у вас будут поклонники и выбор у вас будет но вот определиться именно в апреле месяце вы не сможете то есть вот эта ситуация неопределенно Thanksgiving Она продлится у вас весь апрель. Если вы в паре или в браке, то тоже будет ситуация некоторой неопределенности. Неопределенности здесь в том, что, учитывая вот это состояние, которое будет у вас в апреле, у вас будет ощущение, что и партнер вас не устраивает, партнер или муж, и все вам надоело. И хотите вы изменений, хотите вы каких-то других отношений, что-то в отношениях улучшить, изменить. И поэтому и создастся такая ситуация именно неопределенности. Кроме того, у некоторых действительно появится еще какой-то поклонник. Или же, если у вас уже есть, к примеру, муж и любовник, так часто тоже бывает, или двое мужчин, то весь апрель вы будете находиться в ситуации неопределенности. То есть выбор вы сделать не сможете. То есть я, девочки, о чем пытаюсь сказать? Для огненных знаков это, конечно, очень странно. Но вот здесь именно такая ситуация в апреле. Именно вот какая-то апатия у вас будет, какой-то застой. Возможно, это связано как раз таки вот весной. Очень часто мы переживаем как раз таки бессилие. Для этого нужно, может быть, витаминки кому-то попить. Или кушать больше фруктов, овощей. Для того, чтобы восполнить силы после зимы. Ну и, конечно, прогулки. Прогулки на солнышке тоже придадут вам энергии. Огненным знаком однозначно нужно солнышко. Поэтому займитесь именно тем, что действительно кушайте фрукты, овощи и погуляйте. Ну, то есть найдите время побыть на солнышке, напитаться вот этой солнечной энергией. Хотя сам месяц, апрель, он вообще прекрасный. Особенно для огненных знаков все планеты в прямом движении. И месяц будет очень удачный. Но вот это некоторое бессилие, апатия, нежелание что-то делать. Вот это у вас будет весь месяц. Честно говоря, вот по колеснице что делать, девочки, нужно с этим бороться. Поэтому я вам даю такие советы. Дальше, что касается работы, карьеры и бизнеса. Здесь тоже застой, застой, скука. То есть никаких перемен не будет, если вы работаете. То будете заниматься скучной, рутинной работой. Причем даже если ваша работа вам всегда нравилась. Вот действительно период апатии. То есть вас не будет радовать то, что радовало вас буквально, скажем, в марте месяце или в декабре. Вас не будет радовать ни ваша работа, ни ваша карьера, ни ваш бизнес. То есть будет такая ситуация, что вы просто вот с трудом будете заставлять себя работать. И здесь каких-то достижений в апреле месяце не будет. Но они могут быть, если вы все-таки сдвинете ситуацию с места. То есть реально будете действовать. То тогда да. Перспективы, в принципе, вам открыты. Потому что, еще раз повторяю, все планеты будут в прямом движении в апреле. Удача будет вам сопутствовать. Поэтому здесь все в ваших руках. Советы я вам уже проговорила. Мне даже, честно говоря, нечего здесь добавить. Здесь нужно только действовать. Если вы никак не сможете заставить себя именно вот загореться, наполниться энергией, загореться, то ничего с места и не сдвинется. Действительно весь месяц вот будет такой застой и апатия. Ну, что касается финансов. По финансам прибыли не предвидится в апреле месяце. Но перспективы очень хорошие. То есть вы можете начать действовать и заложить перспективы хотя бы, чтобы эта прибыль у вас увеличилась в мае. Это и для тех, у кого бизнес. И для тех, кто работает. Вы можете и заняться каким-то перспективным проектом. Начать какой-то проект новый. Ну, зависит, естественно, от той сферы, в которой вы работаете. Но, несмотря на все это, тем не менее, с финансами у вас все будет хорошо по рыцарю земли. Единственное, что не будет какой-то дополнительной прибыли. Но финансы останутся вполне стабильными. Вот какие сейчас есть, такие и будут. То есть увеличения не произойдет. Еще здесь не сказала работа, карьера, бизнес. Если вы ищете работу, да, то по колеснице приложите усилия, иначе не, как бы, так и останетесь в апреле месяце, так же и без работы. Каких-то предложений со стороны не будет, да. То есть реально нужно действовать. Если вы хотите поменять работу, тоже все благоприятно. И смена работы, и переезд, к примеру, у кого намечается на апрель месяц. Все это будет благоприятно, если вы реально будете действовать. Вот если будете действовать, то вас ждет победа, успех и триумф. Если поддадитесь вот этой апатии, то, соответственно, ничего у вас с места не сдвинется. Так что вот такой достаточно сложный будет у вас апрель месяц. Выбирайте сами, что вам ближе. Либо вот этот период застоя и скуки. Вы знаете, отдыхать иногда тоже нужно, да. И может быть и нужно в таком вот состоянии побыть. Поэтому я же говорю, выбирайте сами, каждому свое, по большому счету. Но колесница говорит о том, что нужно действовать. Потому что если вы действовать не будете, вы, получается, ну запустите просто ситуацию. Вот она зависнет ситуация во всех сферах у вас. И потом будет, конечно, еще сложнее все это преодолевать, да. То есть нагонять как бы. Поэтому лучше действовать сейчас. Действительно напитать свой организм витаминами, солнышком и вперед. Вот. И тогда, естественно, ситуация у вас будет значительно лучше. По крайней мере, колесница вам обещает победу, триумф, удачу во всех ваших делах. На апрель месяц. Вот такая ситуация для всех, кто рожден или кому покровительствует стихия. Ну, в любом случае, всем покровительствует. Всем вам, кто выбрал стихию. У меня, конечно же, она покровительствует. Независимо от того, выбрали вы ее интуитивно или же по знаку зодиака. Также, девочки, обратите внимание на подсказки, которые появляются вверху. Это ссылочки на другие мои видео, которые ответят на любые ваши вопросы, помогут наладить отношения с мужчинами, улучшить ситуации, кстати, во всех сферах вашей жизни. И помогут исполнить любые ваши желания. Также у меня на канале с 1 марта проводится конкурс на лучшую тему. Участвуйте и голосуйте за темы других участников. Ну, а я перехожу к следующей стихии. И следующая стихия – это у нас стихия земли. И теперь смотрим, какая же в апреле будет ситуация для всех, кому покровительствует стихия земли. Первые две карты, три карты я выложу из старших арканов. Они ответят на вопрос «Самое главное, важное и основное событие апреля месяца для вас». Старший аркан-император. Угу, интересно. Дальше. О чем вам в этом месяце нужно задуматься? И Как вам лучше всего действовать? Ну, вот такие интересные карты. Дальше смотрим все сферы жизни. Первая сфера здоровья в апреле. Личная жизнь. Работа, карьера, бизнес. И финансы. Итак, девочки, я рассказываю. Смотрите. Основное событие. Даже не одно у вас будет основное событие по императору. Для кого-то это будет увеличение прибыли. Для кого-то повышение должности. Если ищите работу, найдете. Это однозначно. Вот. Для других это будет встреча как раз-таки с сильным, властным мужчиной. Но это может быть еще и мужчина, который вам поможет. Как-то может быть поможет найти работу. Поменять работу. Да, это может быть какой-то чиновник высокопоставленный, который поможет вам, скажем, в бизнесе. Может быть с оформлением лицензии, документов. Либо это может быть партнер по бизнесу или спонсор. Либо это может быть мужчина, которого вы встретите именно для личной жизни. Причем здесь, если действительно вы встретите мужчину. Вот я дальше посмотрю. То здесь очень хорошие перспективы именно брака. Потому что старший аркан-император это карта мужа в колоде Тару. Ну а для всех, для тех, кто в паре или в браке, девочки, то старший аркан-император именно для личной жизни говорит о том, что позвольте вашему мужчине все-таки быть мужчиной. То есть он как-то будет себя властно очень проявлять в апреле месяце. Вот. В общем-то вот такие важные события вас ждут в апреле. Дальше. О чем вам стоит задуматься? Задуматься вам стоит о том, что как-то вот нужно спокойно, ну я бы сказала, спокойнее даже себя вести по старшему аркану умеренность. Да. Конечно, старший аркан умеренность говорит как раз таки вот о том, что задумайтесь о том, что вам перемены как бы не совсем благоприятны здесь. Хотя некоторые перемены, конечно, будут, но в целом вам самое главное, это нужно вот отвлечься от каких-то неприятных мыслей, настроиться на позитив. Это самое главное. И что делает тоже старший аркан-башня говорит о том, что отпустить прошлое. Отпустить прошлое, отвлечься от негативных мыслей, переключиться на позитив. Это вот то, о чем вам нужно задуматься в апреле. Да, и что делать, что делать по старшему аркану башни, я уже сказала, отпустите прошлое. Отпустите то, что уходит из вашей жизни. Может быть даже по старшему аркану башни, может быть действительно нужно даже что-то разрушить. Для того, чтобы что-то новое вошло в вашу жизнь. Мы посмотрим сейчас по младшему аркану более детально события. Именно на апрель месяц по разным сферам жизни. В целом здоровье в апреле месяце будет у вас замечательное по десятке земли. Обратите внимание на заболевания, которые передаются по наследству. То есть просто расспросите своих родственников, может быть есть такие заболевания в роду, может быть на это стоит обратить какое-то внимание. И возможны возрастные изменения. Дальше. Личная жизнь по двойке жезлов. Ну, во-первых, у вас будет ситуация выбора. Это может быть действительно выбор между двух мужчин. Это и для тех, кто в поиске, и для тех, кто в паре. Скорее всего появится какой-то поклонник у вас в апреле. Потому что здесь старший аркан император. То есть сочетание с этой картой. Кроме того, такое возможно, что просто у вас в апреле будет интерес. То есть мужчина какой-то один или... Вот здесь по двойке жезлов двое мужчин, возможно, будут проявлять к вам интерес. Да, и вы будете присматриваться друг к другу, выбирать, естественно. Ну, а для тех, кто в паре, может быть, может говорить также о том, что ваш партнер или ваш муж в апреле месяце как-то очень пассивно будет себя вести. И перекладывать ответственность на вас. Либо может такое получиться, если, опять-таки, если вы в паре, или особенно вот для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв, развод. Вот, возможно, ожидание, да, ситуация ожидания, что вы ждете действий от мужчины к примирению, да, мужчина ждет действий от вас. Ну, и для тех, кто в паре или в браке, еще хочу добавить, что здесь, вы знаете, такой этап планирования. Для вас, возможно, вы что-то будете планировать на будущее с вашим партнером или с вашим мужем. Также, для тех, кто в паре, возможно, что мужчина ждет от вас. То есть, ну, бывает так, что раз мужчина пропал, не звонит, не пишет, вы не поймете, в чем дело. Вот здесь, возможно, что мужчина ждет от вас какой-то ответной реакции, да, возможно, он что-то сделал, и не увидел от вас какой-то реакции, которую он ждал. Вот это тоже возможно, да, обратите вот здесь именно на личные взаимоотношения. Ну, мужчина еще, да, независимо от того, в паре вы в браке или одинокий, все равно какой-то поклонник в виде императора. То есть, мужчина такой сильной властной притужности у вас все равно появится. Дальше смотрим. Работа, карьера, бизнес по тройке огня. Эта карта очень хорошая. Здесь действительно у вас будет все очень благоприятно складываться. Для тех, кто ищет работу, найдете работу. Для тех, кто хочет поменять работу, будет перспективное предложение в апреле, да, только подождите. Пока, как бы, здесь, понимаете, такой этап по тройке, да, жезлов или по тройке огня. Да, этап именно обдумывания планов и подготовка к мощному рывку, к мощному прорыву. Поэтому вот здесь не спешите. И даже для тех, кто ищет работу, не кидайте сразу на первое место, которое вам предложили. Здесь очень важно именно обдумывание планов. Но вообще, как бы, вам свойственно, именно тем, кому покровительствует стихия земли, именно медлительность, именно продумывание, да. Поэтому, вот, как раз таки, используйте весь свой потенциал для того, чтобы продумать и подготовка к мощному рывку. Особенно для тех, кто занимается бизнесом, да, также здесь продумывание планов, продумывание стратегии. Перспективы, действительно, открытые. Здесь еще, возможно, получение лицензии, получение, вот, смотрите, в соответствии со старшими арканами. Здесь еще благоприятно будет какое-то, может быть, обучение, ну, не длительное, а такое, короткое, может быть, какие-то курсы короткие, да. Ну, бывают курсы, там, повышение квалификации, ну, буквально несколько дней. Для кого-то это может быть сбор информации о каком-то деле, которым вы хотите заняться. Вот, ну, здесь у вас в целом будет, конечно, уверенность в своих силах, но карта говорит о том, что прям вот действовать, прям вот уже все делать пока еще неблагоприятно в апреле. Все-таки это больше подготовка именно к какому-то мощному прорыву, мощному рывку. Ну, это может быть и устройство на работу, и смена работы, и продвижение вашего бизнеса. Тем не менее, здесь все-таки не спешите, да, не спешите именно обдумывание планов, стратегии, построение, да. Если вы занимаетесь каким-то проектом, то не спешите его, как бы, предложить другим, все продумайте, проанализируйте. Ну, оформление любых документов здесь также очень благоприятно. Дальше. Финансы. Финансы по королю кубков. Я хочу сказать, что здесь ждут вас большие заработки. То есть увеличение прибыли в бизнесе, в работе. Если вы перемену работы задумали, да, значит, вам действительно перспективы здесь у вас открыты. Предложат именно место работы, где оплата вашей работы будет значительно выше. Кроме того, я уже сказала, что повышение в должности для некоторых тоже будет, и, соответственно, поэтому повышение зарплаты. По бизнесу я сказала, что продумывание стратегии и все остальное, именно подготовка к мощному рывку. Но все равно здесь уже, здесь уже у вас бизнес или ваше личное дело, оно пойдет вверх. Но это не столько здесь от вас будет зависеть, по большому счету, сколько от того, что все-таки апрель месяц, это весна, да, люди как бы, как и животные, просыпаются после зимней спячки. Вот, ну, я не в прямом смысле, конечно, об этом говорю, да, в переносном. Вот, но тем не менее, все равно люди начинают больше ходить, больше интересоваться. Вот, и услугами, и товарами. Поэтому здесь будет увеличение прибыли в бизнесе однозначно. И в сочетании со старшим арканом император, я это тоже говорила, что и по финансам тоже будет ситуация очень-очень хорошая. Поэтому, в принципе, месяц, по большому счету, у вас замечательный. Только единственное, что не спешите, все продумывайте. Вот, сказать вам, что вообще действовать не стоит, конечно, нужно. Это же не говорит о том, что только сидите и продумывайте планы. Но единственное, что все продумывайте, а потом только действуйте. В принципе, здесь расклад только на один месяц, да, если работать вы будете, естественно. Вот, и вот в этот момент еще продумывайте планы на будущее, да, то есть на следующий месяц. Для того, чтобы действительно подготовиться к мощному рывку, к мощному прорыву. Вот такой прекрасный месяц у вас. Обратите внимание на подсказки, которые появляются вверху данного видео. Это ссылочки на другие мои расклады, которые ответят на любые ваши вопросы, помогут наладить отношения с мужчинами, улучшить любые сферы вашей жизни и исполнить любые ваши желания. Также напоминаю вам, что на моем канале проводится конкурс на лучшую тему расклада. Участвуйте и голосуйте за других участников. Ссылочка на конкурс внизу под этим видео в инфобоксе. А я перехожу, соответственно, к следующей стихии. Следующая стихия у нас это стихия воздуха. И для тех, кто рожден или выбрали стихию воздуха, смотрим основное или главное событие апреля месяца. Дальше. О чем вам стоит задуматься в апреле? Действительно стоит задуматься и проанализировать всю свою жизнь. И как вам лучше всего действовать? Перемены здесь. Перемены. Ну и дальше посмотрим все сферы жизни. Смотрите, по старшему аркану Верховная Жрица, какие главные события. Для кого-то это роман в интернете будет. Да, то есть или просто роман с мужчиной на расстоянии. Не обязательно для тех, кто одинок. И для тех, кто в паре или в браке, вполне может быть, что будет какая-то связь. Поездки за границу могут быть. Дальше. Обучение. Любое обучение чему-либо. Неважно чему. Любое абсолютно обучение. Даже просто вы что-то в интернете, скажем, будете изучать, получать какую-то информацию. Я не имею в виду, что там одну статью какую-то. Да, ну что-то вам нужно будет обязательно изучить. Или чему-то научиться. Вот так даже. О чем задуматься, я вам уже сказала. Действительно проанализировать свою собственную жизнь. Подумать. Подумать. А как задуматься о переменах, я бы сказала. Как вам нужно действовать по старшему аркану смерти. Здесь старший аркан смерти так и называется. Трансформейшн. Вот. То есть действительно трансформация. Подумайте о трансформации. То есть вам в вашей жизни нужны незамедлительные. Просто проанализируйте. Подумайте. Вам нужны незамедлительные перемены. И дальше смотрим теперь работа. Здоровье сначала. Здоровье. Дальше личная жизнь. Работа, карьера, бизнес. И финансы. Так, девочки, я рассказываю. Так, девочки, смотрим сферу здоровья. Здоровье. Сначала это у нас двойка земли. Двойка земли о том, говорит, что в принципе состояние здоровья будет хорошее в целом весь месяц. Но могут появляться какие-то разные симптомы, которые по большому счету о заболеваниях не будут говорить. Скорее всего это весеннее такое, не то что обострение, но просто нехватка витаминов, нехватка солнышка. То есть никаких угроз не будет. Возможно, если у вас были в марте перегрузки, возможны психосоматические заболевания. Ну и для тех, у кого действительно есть уже какие-то заболевания, то необходимо приспособиться к болезни. Ну, болеть всегда как бы неприятно, да. Но, тем не менее, действительно, какой-то период приходится заболевание терпеть в своем организме. Ну, а в целом, для большинства из вас, все-таки месяц будет очень благоприятным по здоровью. Дальше, переходим к личной жизни. И это у нас пятерка воды. Пятерка воды говорит о том, что... Вот я говорю о том, что роман на расстоянии, да, или роман в интернете. Вот об этом я еще хочу добавить по пятерке воды. То же самое. Либо у вас появится какой-то поклонник, поклонник, не знаю, любовник на расстоянии. Может быть, есть уже, да. Также, возможно, у вас закрутится роман в интернете с каким-то мужчиной. И причем, независимо от того, одиноки вы или вы в паре, в браке, да, все равно это вполне возможно. Ну, еще для тех, кто в паре или в браке, возможно, вынужденное расставание с вашим мужчиной. Но здесь именно вынужденное, то есть из-за какой-то поездки. Либо вы куда-то поедете и будете на расстоянии. Не обязательно весь апрель месяц. Естественно, карты показывают основное событие месяц. Может быть, на несколько дней вы уедете, или ваш мужчина. Может быть, на неделю, на две. Ну, а для кого-то, может быть, и действительно на месяц. Для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв, развод, то, скорее всего, примирение пока не наступит. Но пятерка воды говорит о том, что примирение обязательно будет, но позже. Да, то есть не сейчас. Сейчас просто не время. То есть только не в апреле месяце. Дальше. А, еще здесь для некоторых, возможно, если у вас есть мужчина, который вам нравится, возможно, безответная любовь. То есть, ну, опять-таки, здесь по пятерке воды это временно, да. Но в апреле месяце вот он никак себя не будет проявлять именно в вашем направлении. То есть заинтересованность вашу сторону проявлять не будет. Но это все, это действительно все временно. Только просто нужно выждать время. Дальше. Для работы, карьеры и бизнеса тройка огня очень хорошая. Во-первых, открыты перспективы и для работы, и для карьеры, и для бизнеса. То есть будут перспективные предложения. Для, и для работы, и для карьеры, и для бизнеса. По старшему органу по ПСА вполне возможно повышение по карьерной лестнице. Обдумывание планов на будущее построение стратегии. И подготовка к мощному рывку. То есть вот здесь вот в апреле месяце именно больше все-таки займитесь тем, что именно продумывать планы, составлять схемы. Может быть, обдумывать какие-то проекты или еще что-то. Даже если новая должность будет. Все, все продумывайте. То есть тройка огня говорит именно о том, что нужно немножечко не рваться вперед, не действовать просто так, а именно продумывать. То есть все продумывать, а потом только действовать, внедрять или что-то делать. Устраиваться на работу, менять работу. Внедрять какие-то новшества в свой бизнес или в свое дело. Менять направление какое-то. В принципе, здесь это неблагоприятно. Здесь благоприятно именно продумывание. Также благоприятно обучение, как я уже сказала, по старшему аркану Верховная Жрица. И оформление любых документов, получение лицензии на что-либо. Это тоже очень и очень будет благоприятно в апреле месяце для вас. Ну и последняя карта – это финансы. По финансам – это королева воздуха. И по королеве воздуха – улучшение материального положения. То есть улучшение финансов. Ну, естественно, если повышение по карьерной лестнице, да, или работу вы найдете, где вы будете выше по должности, увеличение, то есть и бизнес будет развиваться, да, или ваше дело. Но здесь, смотрите, здесь развитие бизнеса. Не потому, что вы будете что-то внедрять новое. Здесь неблагоприятно именно внедрение. А просто сам по себе он будет развиваться и принесет вам в апреле месяце увеличение прибыли. То есть здесь пока именно действует, там, расширять сферу деятельности, или там еще что-то, как-то, как-то вот такие активные действия здесь не нужны. То есть, получается, бизнес будет развиваться и увеличиваться прибыль сама собой. Но при этом я не говорю, что вам нужно сидеть, сложая ручки, да, то есть работать обычно, заниматься обычными, ну, даже, я бы сказала, рутинными делами. Вот. Тем не менее, я вот хочу вернуться все-таки к старшему аркану смерти. Это трансформация. Вот здесь трансформация, ну, то есть по событиям месяца, по разным сферам, коснется того, что повышение по карьерной лестнице, возможно, это будут перемены. Вот. Задуматься конкретно о переменах, да. Продумывание планов на будущее, да. То есть задуматься, задуматься, проанализировать, задуматься о переменах. Вот. И что еще? И вынужденное расставание с вашим мужчиной, либо обучение. Это тоже определенные перемены в вашей жизни. Также перемены затронут и сферу финансов, да. Будет увеличение прибыли в любом случае. Как-то вот так сложатся обстоятельства. Хотя здесь именно активных действий с вашей стороны, как бы, никаких не требуется. И единственное, что, опять-таки, обучение вы почувствуете. Если оно вам нужно, то вы будете учиться или вам скажут, да, что для того, чтобы занять новую должность, вам нужно пройти какие-то курсы, какое-то обучение. Это, возможно, и повлияет на то, что у вас будет вынужденное расставание с вашим партнером. Вот. А именно вот таких вот каких-то резких действий, я понимаю, что вы привыкли, да, на стихия воздуха, в знаке зодиака, которым покровительство стихия воздуха, вы, скорее всего, привыкли действовать именно быстро, молниеносно, да, быстро принимает решение. Здесь этого не нужно. Здесь, наоборот, нужно немножечко притормозить. И именно все продумывать по старшему аркану отшельник. Больше все продумывать, анализировать. Еще старший аркан отшельник говорит также о вынужденном расставании с вашим партнером, да. И если даже у вас появятся, я же говорю, какие-то поклонники, то, скорее всего, как-то вот на расстоянии, может быть, вы с мужчиной в реальности, познакомитесь, но расставание вынужденное в апреле все равно будет. Поэтому старший аркану отшельник говорит о некотором одиночестве, что вам все-таки нужно будет побыть наедине с собой и что-то обдумать, проанализировать для того, чтобы в будущем действительно изменить свою жизнь. Вот такой замечательный у вас будет месяц. Обратите внимание на подсказки, которые появляются вверху. Это ссылочки на другие мои видео, которые ответят на любые ваши вопросы, помогут наладить отношения с мужчинами, улучшить все сферы жизни и, самое главное, исполнить любые ваши желания. Также напоминаю, что с 1 марта на моем канале проводится конкурс на лучшую тему расклада. Участвуйте в конкурсе и голосуйте за другие темы. Ссылочка на конкурс внизу под этим видео. И рассматриваем теперь последнюю сферу. Это у нас сфера воды. Ой, простите, не сфера. Стихия воды. Знаки зодиака. Рыба, рак, скорпион. И смотрим основные события. Основные события апреля месяца. Это для всех, кому покровительствует стихия воды. Рождены вы под этой стихией. То есть с рождения она вам покровительствует. Или же вы выбрали ее интуитивно. Но опять-таки все равно с рождения. Так, основное событие апреля месяца. Следующий вопрос, который я задаю картам. О чем вам нужно задуматься в апреле? О чем вам нужно задуматься? О каких-то изменениях. Здесь смотрите. Я почему так задумалась? Это старший аркан дьявол. Но в этой колоде он называется по-другому. Искушение. То есть основные события месяца будут у вас какие-то искушения. Или обман. Также может быть веселье. Может быть очень веселый месяц. Много будет праздников. Может быть у вас какие-то семейные. Или еще какие-то. Может быть вы сами себе придумаете какие-то праздники. Но и искушение тоже будет. И обман, я имею ввиду, это не вас обманут, да. А вы кого-то будете обманывать. О чем нужно задуматься, да. Старший аркан повешенный говорит о том, что ситуация как-то подзависла. Не знаю еще в какой сфере. Разложу младший аркан и тогда скажу вам точнее. Нужно все-таки ситуацию сдвинуть с места. Ну и как вам лучше всего действовать? Давайте посмотрим. Старший аркан мир говорит о том, что у вас светлая полоса начинается. Да, то есть вам уже нужно перейти из темной, старший аркан дьявол, да, из темной полосы в светлую. То есть шагните уже наконец-то навстречу своему счастью, говорят старшие арканы. Для всех, кому покровительство стихия воды. Сделайте шаг. Счастье у вас уже прям перед носом. Так, посмотрим здоровье, личную жизнь, работу, карьеру и бизнес. Здоровье. Личная жизнь. Работа, карьера, бизнес. И финансы. Так, девочки, рассказываю теперь более подробно. Начинаем, как всегда, со сферы здоровья. Двойка воды говорит о том, что состояние здоровья хорошее будет у вас весь месяц. Единственное, что не стоит переживать, да, то есть возможны болезни из-за переживаний. А так, в целом, больше даже никаких предупреждений. Дальше, личная жизнь по пятерке земли. Ну, во-первых, это неполноценность отношений. В чем может заключаться? Либо у вас появится мужчина на расстоянии с другого города, с другой страны. Либо это роман в интернете, может быть. Либо, может быть, у вас, вам нравятся или будут отношения у вас с мужчиной, с которым у вас какая-то будет разница. Разница в возрасте, разница в социальном или материальном положении. Ну, и физическая удаленность, конечно, тоже может быть по пятерке пентаклей. Для тех, кто в паре или в браке, ссоры из-за недостатка денег или просто из-за денег, да. Может быть, из-за какой-то покупки. Дело в том, что я тут вижу по финансам большие траты. Поэтому, возможно, вполне у вас в паре или браке какие-то ссоры и недопонимания. А также, возможно, что мужчина, с которым вы в паре, в браке, здесь может быть для тех, у кого 40 конфликт, расставание, разрыв, развод. Мужчина просто чувствует очень большую неуверенность в себе и поэтому не совсем складываются отношения. Ну, и для тех, в принципе, по поводу какого-то мужчины, да, вполне возможно, я уже сказала, что либо вы встретите мужчину, который будет на расстоянии от вас, либо роман в интернете, либо действительно просто мужчина сам по себе, которого вы встретите в апреле месяце, будет такой, очень неуверенный в себе. Поэтому и отношения будут такие несколько неполноценные. Но может быть такое, что и вы будете немножечко неуверены в себе именно в отношении мужчины, если мужчина будет выше вас по социальному или материальному положению. И тут как раз таки будет искушение, да. Но в итоге я хочу сказать, что учитывая старший аркан мир, в итоге ваши отношения все-таки наладятся. И сочетания карт как бы очень хорошие. То есть это состояние неполноценности отношений, оно будет временной. Дальше смотрим, следующая карта, это работа, карьера, бизнес. И это у нас двойка огня или двойка жезлов. Двойка жезлов говорит о некоторой неопределенности, обдумывании планов. Здесь неблагоприятно предпринимать каких-то резких действий. Но тем не менее, смотрите, перспективы открыты все равно. Да, вы будете обдумывать, скорее всего, если вы ищете работу, будет несколько предложений по работе, будете обдумывать, выбирать. Вот, если вы хотите поменять работу, так же будут какие-то перспективные предложения. Так же, скорее всего, вы выберите какое-то предложение наиболее заманчивое для вас. Потому что дальше я вижу улучшение ситуации по старшему аркану мир. Вот, поэтому здесь у вас ситуация в работе наладится. В апреле уже, то есть, действительно, будут такие перспективные предложения. И что касается бизнеса, здесь тоже, по большому счету, вам действительно нужно будет что-то продумывать, анализировать. Возможно, вы будете выбирать, что лучше сделать. Такой маркетинговый ход применить или такой маркетинговый ход применить, да. То есть, действительно, будете выбирать, будете думать, анализировать, планировать, да, как вам увеличить вашу прибыль в вашем бизнесе или в каком-то вашем личном деле. Вот, поэтому здесь вот такой месяц будет обдумывание планов. Вот, ну и искушение, да, искушение будет, перемены будут в лучшую сторону. Вот, об этом говорят старшие арканы. Ну, вот, двойка жезла говорит о том, что все-таки все обдумывайте, да, не спешите, анализируйте. И тогда у вас все будет замечательно. Единственное, что по финансам я здесь вижу большие растраты. Вот, опять-таки, старший аркан дьявол, искушение. Видимо, действительно, вам захочется сделать какую-то крупную покупку в апреле месяце. Это может быть недвижимость, машина, квартира, не знаю, мебель, дом. То есть, действительно, большие вложения. Также это могут быть вложения. Но, смотрите, если вы собираетесь именно инвестировать деньги во что-то или открывает новый бизнес, то здесь, вот, в сочетании со старшим арканом дьявол и двойкой огня, я хочу сказать, что это неблагоприятно. Все-таки вам здесь больше нужно будет именно продумывать планы на будущее, для того, чтобы шагнуть в это самое светлое будущее. Но сейчас неблагоприятный период для того, чтобы реально действовать, реально куда-то вкладывать деньги. По поводу покупки недвижимости, понятно, что здесь у вас будут растраты. Но здесь я не могу вам сказать, что эти растраты будут как-то вам во вред. Единственное, что я так понимаю, что вы потратите больше, чем рассчитывали. Именно на покупку. Но, опять-таки, скорее всего, покупка будет вас радовать. То есть, именно приобретение чего-то по старшему аркану мира, конечно, будет вас радовать. Но потратите вы больше, чем ожидали. И потом, конечно, этот финансовый запас как-то нужно будет восполнять. Вот такая ситуация будет у вас в апреле месяце во всех сферах жизни. В принципе, ситуация хорошая. И причем именно вкладываться, именно вот как-то действовать здесь пока вам об этом ситуации не говорит. Наоборот, здесь будет все идти вам в руки, собственно. То есть, реально будут открытые перспективы, будут какие-то заманчивые предложения. Вы будете выбирать, продумывать, анализировать. Ну, естественно, какие-то предложения вы уже будете принимать. Но ситуация по старшему аркану мира замечательная. Поэтому, какое бы решение вы не приняли, здесь все у вас будет благоприятно. Единственное, что, как предупреждение по девятке воздуха или на же девятке мячей, неблагоприятно деньги вкладывать во что-то. Например, в чей-то бизнес, в свой бизнес. Я имею в виду именно начинать. Да, то есть, пока еще обдумывание плана. А начинать, ну, вот на май месяц пока не могу сказать. Ну, скорее всего, в мае месяце. Вот. Ну, то есть, то есть, попозже. Пока именно обдумывание плана в обучении, возможно, так же. Но искушение, искушение будет очень сильное. О чем и говорит старший аркан дьявол. Вот. Обратите внимание на подсказки, которые появляются вверху данного видео. Это ссылочки на другие мои расклады, которые ответят на любые ваши вопросы. Помогут вам наладить отношения с мужчинами. Улучшить любые сферы вашей жизни. Исполнить любые ваши желания. И также напоминаю, что на моем канале проводится конкурс с 1 марта на лучшую тему расклада. Участвуйте и голосуйте за другие темы. Потому что я буду выбирать победителя именно по количеству голосов. Там под темами значок пальчик вверх, пальчик вниз. Именно сколько будет лайков под темой. По этим лайкам я и буду выбирать победителя. Осталось до конца конкурса, получается, 2 недели как раз. С момента, когда я это видео снимаю. Когда вы будете смотреть, может быть уже конкурс даже и закончится. Зависит от того, когда вы данное видео посмотрите. Но пока до конца марта будет конкурс. До 1 апреля. Поэтому участвуйте, голосуйте. Ну а я перехожу теперь к карте исполнения желаний. Итак, карта исполнения желаний. Вот она и выпала. Для всех, кто подписался или подписан на мой канал и поставили лайк под этим видео. Итак, счастливая карта. Замечательная карта. Это шестерка воздуха. Шестерка воздуха говорит о том, что ваше желание сбудется. Самое большое через 6 месяцев. Зависит от того, какое желание. Точно вам могу сказать, что у кого-то сбудется через 6 минут. У кого-то через 6 часов. У кого-то через 6 дней. У некоторых через 6 недель. Еще, девочки, обратите внимание. Внизу под этим видео есть ссылочки на мои группы. В Одноклассниках, ВКонтакте и Фейсбуке. Там размещены правила загадывания желаний. Изучите их, пожалуйста. И загадывайте желания правильно. Тогда они будут у вас быстрее исполняться. Вот я знаю, что девочки, которые постоянно загадывают желания на моем канале. Они у них исполняются максимум в течение суток. У кого-то даже через 5 минут. Поэтому я говорю, что через 6 минут у кого-то исполняется желание. То есть, чем больше вы загадываете, чем больше вы тренируетесь, загадываете правильно, тем быстрее желания у вас воплощаются в жизнь. То есть, это тоже соответствующий навык, конечно же. Поэтому изучите правила. И вот в каждом видео буквально вместе со мной тренируйтесь, загадывайте желания, отпускайте желания. Принимайте в себя энергию, которую я даю через это видео для воплощения ваших желаний. Это энергия, это вибрации на исполнение. Я же не просто так карту выкладываю. Я вам еще даю энергию и вибрации для воплощения ваших желаний. Поэтому изучите, пожалуйста, правила и загадывайте желания правильно. А также на моем канале вы можете найти очень сильные видео на исполнение любых желаний. Но желания все равно нужно загадывать правильно. На этом желаю вам всем счастья, радости, удачи. Побольше солнечных, радостных дней. С вами была Алена Арис. До скорых встреч, новых видео. Пока-пока.